Приветствую вас, мои дорогие! Сегодня у нас будет небольшой домашний влог, в котором я расскажу, что мне предстоит в ближайшие дни. Во-первых, сегодня 18 число у нас выборы, поэтому вы можете слышать музыку, поскольку избирательный участок находится прямо рядом с нашим домом, ну то есть буквально под окнами. Сейчас я показываю вам, как все там устроено. Хорошее очень развлечение в этом году для детей, но пока родители голосуют, дети как-то могут немножко поиграть на улице. Мне кажется, это здорово. Во всей Москве раздавались вот такие вот наклеечки. Я не знаю, у вас раздавались или нет. Ну что, все хорошо организовано, это тоже радует. Сейчас я уже наделась, нам, естественно, нужно будет выйти на улицу. Что у меня на лице? Посмотрите, пожалуйста, я сегодня попыталась оформить брови с помощью вот этого вот средства от Sephora. Это вот такой вот, ой-ой-ой, не открывается, набор. Вот он. И он содержит воск и два цвета теней. Они очень яркие для меня. Даже вот эти вот самые светлые, серенькие, такие оливковые, они очень яркие. Мне пришлось сейчас запудривать брови. Они просто были как у цыганки. Но сейчас уже переделывать ничего не буду, потому что не так много времени, как я использую этот набор. Вы сказали мне, что нужно нанести вначале воск, попробуйте. Действительно, лучше сядят тени на воске. То есть, вначале смазывается воском брови буквально той же щеточкой, а потом уже наносится тенем. Но, конечно, это в 10 раз увеличивает их яркость, так что будьте аккуратны. Берите, пожалуйста, совсем светлые тени, потому что вот такие брови у меня сегодня... Ух ты! Я прям могу цыганочку называть. Хочу показать вам, какой результат дает тушь. Смотрите, какие реснички. Без абсолютно базы. Это гурмандист. Смотрите, какие пушистые. Вот такая вот тушь, да, это в коричневом оттенке. Продается она в различных сетях. Насколько я понимаю, это дочернее предприятие. Вот Ева Мозаик, российский бренд. Вот такое вот чудо маленькое. Но она не водостойкая, конечно, не стоит плакать, рыдать, смеяться, хохотать, потому что все потечет. Но то, что она прекрасно дает вот такой вот объем, без вообще никакой базы, это вообще чудо за такие деньги. Сто с небольшим она стоит рублей. Что у нас случилось вчера. Это уже не в первый раз, к сожалению. У нас наша посудомоечная машинка очень возмущается от перепадов, видимо, электроэнергии. Но я вам рассказывала, такое бывает. Как бы с коммуникацией все в Москве старые. А домов много новых. Ну, в общем, не выдерживает коммуникации. И часто перебои. И наша машинка отказалась мыть посуду. Я просто чуть не заплакала. Мы ее гладили, обнимали. Ну, в общем, это мало помогло, пока муж ее не открыл. И не, как следует, с ней не пообщался на уровне железного человека с прибором. Ну, то есть мы его так называем, потому что так они называются, эти люди, которые создают сложные приборы. Называют их железные люди. Интересно очень внутри. Я ни разу такого не видела. Вот тут какие-то... Муж говорит клапана, а я говорю клапаны. Клапана. А он говорит клапана. Это ужасно. Ну, конечно, это клапаны. Ну, ладно. А вот тут вот что? Осторожно, там напряжение вообще. А, там напряжение. Там датчики уровня воды. Там датчики уровня воды. И вот мы за ней смотрим, как два кота внимательно, как она работает. Сейчас будем ее обратно вставлять. Потому что, посмотрите, сколько она места занимает на кухне. И я вот вообще совершенно не могу ничего делать сейчас. Итак, робот с роботом прекрасно пообщались. Друг друга поняли, и она опять заработала. Но, как вы видите, нам пришлось ее полностью вытащить. Со всех сторон раскрыть, развинтить. Муж с ней долго колдовал, общался. В общем, в итоге она уже сейчас второй цикл делает помывки посуды. Вот, спасибо вот этим рукам. Вот, огромным лапищам. Спасибо большое. Вот. Я очень рада. Сейчас мы будем все убирать. Было очень удобно, конечно, готовить завтрак. Но я умудрилась вокруг нее побегать. Мы делаем глазунью с грибами. Очень любим это вешенки. Прекрасные грибы, на мой взгляд. Аромат сильный довольно имеют. И они хрустят после даже жарки. Вначале поджариваю лук, откладываю ее. Потом обжариваю грибы. Добавляю туда два вида яиц. Дочка любит перепелиные. Поэтому для нее вот такой отдельный кусочек делаем. И уже потом сверху засыпаем лук. Все это доводится закрытой крышечкой. Со специями, которые вам нравятся, вы можете добавить. Но мы добавляем те, которые нравятся нам. Вы видите, на диване разложены вещи. Почему? Потому что я собираюсь 19-го числа, то есть завтра, ехать на прием в Первоградскую больницу. Я говорила вам, что мне нужно будет небольшую операцию сделать. Но я думаю, что это не будет больше одного дня. Я не знаю, положат ли меня сразу 19-го. Возможно, будут свободные места. Возможно, нет. Это дневной стационар. Страшного ничего нет. Небольшая киста. Ничего страшного. Но, тем не менее, я делала анализ все равно гистологии. Анализ хороший. Все со мной хорошо. Спасибо большое всем, кто волновался за меня. Очень признательна вам за ваше внимание. Вполне возможно, что придется лечь прямо завтра. Поэтому я сразу собираю с собой все вещи. Сейчас покажу вам, что я беру с собой. Возможно, что-то полезное вы мне еще посоветите. Сметичку взяла такую вот довольно большую. Все буду в нее складывать. Кажется, что много всего на самом деле. Это действительно минимум. Понятно, да? Чтобы снять макияж, беру вот такой маленький клиник. Майка Примовер. Чтобы потом привести себя в порядок. Если, конечно, меня положат. Вот этот самый браудрама от Maybelline. Брови хотя бы чуть-чуть тонировать. Немножко. Далее консилер от E.L.F. у меня. Беру на всякий случай на какие-то недостатки от Catrice. Камуфляж. Это коричневый оттенок. Тушь. Тоже, чтобы потом привести себя в порядок по выходе из больницы. Беру два средства для губ. Один карандаш от Luxe Visage. Вот он лежит. И второе это от Essence. Shine Shine серия. Та самая помада, про которую я вам рассказывала, что она подходит и в качестве блеска для губ. Так. И если будет сушить губы, то Эвелайн Сос. Вот такой вот бальзамчик. Возьму с собой пробник Dolce аромата. Далее дезодорант. Потом крем Вечер. Я вам рассказывала, кстати, да, как я его использую. На всякий случай крем детский. Ну, так. Влажные салфетки. Это понятно. Натуральная слеза. Я такую использую от сухости. Каметон часто берем с собой. Китайскую сыворотку возьму. Сывороток у меня вот таких пара, по-моему, всего лишь осталось. Они в моем проекте используют по максимуму. Ну, в общем, увлажнитель такой для лица, для тела. На всякий случай две расчески. Одна вот такая складная. И вторая от Lady Pink. Вот так она раскрывается. Кстати говоря, очень-очень удобная. Я приобретаю такие в подружке. На тот случай, если будет как-то светло и придется уснуть, ну, или, по-крайней мере, отдохнуть, полежать, беру свою маску на глаза. Заказывала ее на iHerb. Вот такая, видите, двусторонняя. Очень, кстати, удобно. С одной стороны мягкая очень, а с другой стороны вот такая, видите, атласная, темная. Другую сторону можно использовать, кому как нравится. Если я не удастся как-то расслабиться или очень сильно устану после всего этого, то возьму такую масочку на глаза. Это паровая маска, корейские маски эти пользуются большим успехом. Это без аромата, но есть еще и с ароматом. Она при открытии срабатывает и начинает сразу же нагреваться. И такой теплый пар на глаза. Можно расслабиться очень приятно. Берут многие с собой в поезд, в самолет, ну, в общем, в дорогу. Проверяем, часы взяла с собой, ежедневник взяла, все документы взяла. Сумку буду брать вот такую, она довольно давно уже у меня. Особенно то, что у нее есть вот такой вот ремень вместительный, и ее не жалко будет поставить на пол, если вдруг некуда будет поставить сумку. Но, знаете, бывают ситуации разные, может быть, стульчиков не так много в палате. Очень открывается, видите, такая прям вместительная, туда много-много всего помещается. В общем, 19-го я уезжаю рано утром, и, возможно, меня положат сразу на один день. Я надеюсь, там, что это дневной стационар. А, возможно, меня запишут на какой-то другой день. Сейчас еще буду какие-то вещи с собой брать, собирать. Напишите, что вы думаете еще следует с собой взять. Ну, мне кажется, этого вполне достаточно на один-два дня. Хорошо, и у меня же для вас подарок. Да, так что я вас подсниму, вы не будете против? Не знаю, я сегодня трогаю. Да что вы, а что с зубом? Ну, ладно, тогда ручки ваши талантливые снимем. Ручки ваши будем талантливые тогда снимать. Хорошо, все, счастливо. Звонила моя косметолога, она же массажист. И сегодня она планирует ко мне подъехать. Компания Шоконад сделала для нее подарок. То есть они прислали для меня, чтобы я могла ей презентовать на 8 марта. Но вот, к сожалению, мы так не могли с ней до сих пор встретиться. Она была занята, я была занята. Прислали ей две маски. Это вот альгинатная пластифицирующая маска шоколадная для нормальной сухой кожи. Смотрите, какая прелесть. То есть это огромная прям банка. Здесь 200 грамм, хватит на несколько раз. Маска для лица отшелушивает, очищает, глубоко увлажняет кожу, снимает отечность, разглаживает мелкие морщины, обеспечивает лифтинг эффект и способствует формированию более четкого контура лица. То есть это как раз то, чем пользуются с удовольствием ее клиенты. Я думаю, что новую марку они попробуют тоже с удовольствием. Как можно сделать дома альгинатную маску, я вам показывала, оставлю вам ссылочку на видео. И что меня очень сильно удивило, и что я попросила для нее попробовать, это альгинатная пластифицирующая маска. Маска тоже альгинатная, но это уже маска вокруг глаз. Питает, омолаживает, подтягивает кожу вокруг глаз. То есть то, что как раз и нужно. Снимает отечность, уменьшает глубину мимических морщин и дальнейшее их образование. Отлично. Друзья мои, я показываю вам состав. Составы просто потрясающие. Это натуральная, профессиональная, органическая косметика, которую, как вы видите, в небольших объемах теперь можно заказать у нас по России и другим странам. В том числе, при заказе данной косметики с их сайта шаконад.ру, не забудьте, пожалуйста, указать код Жанна, и вы получите 6 пробников в подарок, плюс еще полноразмерный крем для рук. Так что сегодня у меня для Татьяны будет вот такой шикарный подарок. Она, я думаю, будет рада. Ну и потом нам с вами расскажет, когда попробует на своих клиентах. Это, естественно, на новые баночки. Сегодня мы с них открывать их не будем, это будет для нее подарок. На этом я должна буду сейчас с вами попрощаться, потому что нам уже пора уходить. Друзья, я надеюсь, что мы с вами увидимся. Если вы видите, что дальше продолжается выпускаться видео, это значит, я пока еще не легла в больницу. Это значит, мне назначили какой-то другой день. В любом случае, я дам вам об этом знать. Спасибо огромное, что вы были со мной. Огромное спасибо за всю поддержку, которую вы мне оказываете. Вы меня очень радуете и поддерживаете. И то, что вы пишете, что я поднимаю вам настроение, я очень счастлива и рада. Но вы также поднимаете мне настроение каждый день своими комментариями. Спасибо огромное. Ставьте, пожалуйста, пальчик вверх, если видео вам мои нравятся. Пишите, не стесняйтесь темы, которые интересуют лично вас. И мы обязательно сделаем видео на все темы, о которых вы говорили. Также, если у вас есть какие-то вопросы, на которые я считаю нужным ответить в видео, я напишу вам об этом обязательно. Потому что слишком длинные комментарии сейчас я не могу писать. Не так будет много времени, как вы понимаете. Все, спасибо огромное, что вы были со мной. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok